Переработка изношенных автомобильных шин – насущная проблема во всем мире. В Беларуси не исключение. Поскольку объемы отслужившей резины с каждым годом растут, в Брестской области озаботились этой проблемой и пять лет назад приступили к реализации инвестиционного проекта по созданию предприятия по переработке шин. Решением Брестского областного совета депутатов в Пинске было создано общество с ограниченной ответственностью «Экопрудшина». Его учредителем выступила управляющая компания холдинга «Концерт Брест Мясо Молфром». Изучив рынок, просчитав всевозможные риски, на бывшей производственной территории Кузлекмаша, в западном фромузле Пинска, стали производить конкурентоспособную продукцию. Начинался процесс именно с переработки шин бывших употреблений. Перерабатывали шины в крошку, которая пользуется большой популярностью. Но в дальнейшем пошли по другому пути. Расширили ассортимент нашей продукции. После изготовления резиновой крошки четырех фракций освоили производство специального покрытия, используемого на детских и спортивных площадках. Большим спросом в сельском хозяйстве, в помещениях для содержания крупного рогатого скота пользуется травмобезопасное бесшовное покрытие, которое укладывают на животноводческих комплексах. Оно в разы снижает риск травмирования животных. На этом на эко-прутшине останавливаться не стали и запустили в производство изготовление животноводческих матов из полипропиленовой ткани на основе переработанных шин. Большой объем у нас по укладке матрасов животноводческих. Если брать в общем, то уложили уже порядка, в нашей Брестской области только порядка 10 тысяч коровьих мест. Планируем и дальше расширяться. С учетом развития молочного скотоводства в Беларуси, особенно в Брестской области, предприятие «Эко-прутшина» в процессе производства продукции для сельского хозяйства победило еще одну нишу, которую решило запомнить. Мы создали две бригады ветеринаров-ортопил. Купили автомобили, купили оборудование, станки. Нашли людей и теперь оказываем и эти услуги. То есть они оказывают услуги по обрезке копы. Все направления деятельности предприятию дают хороший финансовый результат. «Эко-прутшина» работает с прибылью и в планах расширения производства и освоения новых видов продукции. На данном этапе можно отметить, что вышли на свою производственную мощность. Выпускаем более 100 тонн крошки в месяц. Перерабатываем порядка 180-190 тонн шины в месяц. Перспективы предприятия очень большие. Поэтому на данном этапе, то есть ближайшая перспектива, это, конечно, плитка и увеличение мощности по производству крошки. В дальнейшем, в зависимости от ситуации, от финансового положения, конечно, будем развиваться. Мы уже смотрели оборудование по производству, эко-кровли. То есть все, что связано с крошкой, мы будем выпускать. В планах и модернизация существующей линии по переработке шин, которая позволит увеличить мощность производства резиновой крошки на 10%. К слову, вся продукция, выпускаемая на «Эко-прутшине», сертифицирована и имеет соответствующие документы. Ну а сырье для переработки поступает со всей Брестской области. И не только. На данный момент заключено 240 договоров с юридическими лицами. Нынешнее положение дел и перспективы развития предприятия «Эко-прутшина» можно назвать адекватным и своевременным ответом на экономические санкции, отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Мельянюк. Александр Павлович встретился и пообщался с руководством и трудовым коллективом предприятия. Мы сегодня говорим о том, что мы будем жить так, как будет работать наша экономика. И мы стараемся помочь нашей экономике, прежде всего, в законодательном развитии. И это предприятие, оно чем примечательно, действительно, что это новая технология для нашего города, это новое производство. Но мы с вами видели, в условиях санкций, в тех условиях, которые работают наши предприятия, оно развивается, оно возникло практически на ровном месте. Созданное с нуля производство успешно развивается, и все благодаря грамотному руководству и ответственному подходу к своей работе каждого сотрудника предприятия. К слову, коллектив немногочисленный, всего 35 человек. Но каждый дорожит своим рабочим местом. Здесь достойный социальный пакет, средняя заработная плата по предприятию – 1800 рублей. И желающих трудиться на Экопротшине довольно много. В листе ожидания состоит 15 человек. Какие бы ни были наши условия, но очень многое зависит от людей. Если люди инициативны, ищут возможности для открытия производства, для его развития, то оно будет развиваться и дальше. Это и новые товары, которые нужны для нашей страны. И, безусловно, это новые рабочие места. Мы должны показать, как люди могут работать в этих условиях. Не жаловаться на условия, не плакать, не говорить о том, что мы жить не можем в условиях санкции. Просто работать. Работы в будущем предстоит немало. Ведь планы по расширению производства требуют и увеличения площадей. На Экопротшине за собственные средства намерены возвести еще один цех для установки линии, по изготовлению плитки и кровельного материала, а также построить административно-бытовой корпус. Редактор субтитров А.Семкин